И как вы слышали, что придет антихристов, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время, я читаю вот эти слова, и мне представляется старик, глубокий, дети, все для него дети. И характер уже не тот, что у молодого был, ворчливый. Это мы говорим о святой, святые это тоже люди, и при том были с большими недостатками. Сказать, кто может быть образцом сегодня? Я вижу девочки, которые в деревне тут, можно сказать, верующие даже, хотя бы две. Из мальчишек, кажется, не одного нет по-настоящему. Учатся плохо, обманывают. А какие же отец святые были? А ведь большей этой частью мы знаем мужчин, пророки, апостолы. Авраам, язычник, поклонялся ложным богам, и вдруг Бог заговорил с ним. Мы знаем половину жизни, и того меньше. Исаак. Вот про Исаака можно сказать, что был кроткий, смиренный. Ну, видишь, склонялся к одному больше. Хорошо покормил сын, благословлю его. У святых как бы не должно этого быть. А про Якова говорить не надо. Так легко отца обманул слепого, насмеялся над ним. А Давыд? У того, наоборот, первая половина жизни известна. Богобоязненно и все. А дальше такая жизнь пошла, что не приведи Господи. Святой. Значит, у каждого святого надо брать хорошее. От образца нет никого. Апостол Павел, это понятно. Да ведь это гонитель был, самый настоящий антихрист. Это мы привыкли, так, антихрист, это какой-то придет, чуть ли не с рогами, и вроде у него третий глаз какой-то синий в обуву будет. Нет, обыкновенный человек, приятный ему всех, закончит обязательно военную академию, может быть, духовного звания будет. Антихрист один такой будет. А Иоанн говорит, антихристов пришло много. Две тысячи лет назад это было. Люди, жившие во времена апостолов, ожидали пришествия Христа в своей жизни. На каждое облако сейчас Господь откроется, сейчас придет. Каждый день они вот в таком накале жили. Как называют, алармовое состояние. Аларм это тревожа, тревоги. Как, ты не слышал? Да нет. А как же умерший на кладбище? Хорошо, все рядом, а если, как они узнают? И Павел говорит, мы не предупредим умерших. Ибо труба арханческая разбудит. Не вы побежите. А сегодня беспечное такое состояние. У нас так много всего на нас много, что нас первые апостолы легко отнесли бы к антихристам. Я вот размышляю об этом. Думаю, а как я? Да на каждом шагу антихристово лицо выглядывает. А где это? А анти означает против. Например, антикоммунист, антифашизм. Это против кто? А против истины там отставать так легко, если ты не знаешь истину. Ты так будешь думать, что два перста это все. Этими двами перстами ты, как два, да вы, то он все не покоришься. А ведь не в этом же дело-то. Ни два, ни три, ни четыре, ни один. Вера во Христа. Во времена апостола определение антихриста было по одному только качеству. Одно единственное. Ты признаешь, что Христос пришел на землю и через дело Марию родился, и во плоти Бог верил, это уже не антихрист. А ведь сегодня так и баптисты, и католики, и все, и адвентисты так понимают, только и эгоисты не так понимают. А остальные все так вот понимают, что это правило, они не антихристы, а они самые настоящие, полновесные антихристы. Они мне церкви. В первом послании к Коринфянам 8-12 апостол Павел говорит так. А согрешая таким образом против братьев, мы согрешаем против Христа, подавая соблазн. Когда едим, и на ложественном. А мы знать не знаем, что едим. Вот люди некоторые не пришли сегодня в храм. Это обычное состояние. Я шел и думаю, а их не будет. Я прихожу, а их нет. Почему? Хама. Это самая настоящая хама. Притом хуже сам, а Златоуст говорит. Они раздевают мать церковь. Их нет. Уже сколько раз я говорил. И они чем-то занимаются, важен нет. На поле все убрано, в огороде убрано. Уже и бычка безбожная, твердо засевшая. Дьявол сидит. Он не пускает. Ему это вредно было прослушать. А дьявол-то знает, что я неделю готовился к этому. Он их уже не пустил. Они такое важное дело делают ваши родственники. Вы уходите отсюда, не домой бегите, а к ним сразу бегите. Узнаете, в чем дело. Предстыдите их. Бог будет считать каждый шаг. Ходил ты в храм, а не ходил. Ну не мне это надо. Немного от тебя будет здесь тепла, если ты придешь-то. Но ты ходи, может быть тебя Господь разогреет. Я знаю, некоторые, ни одного раза еще столько хожу не пропустили. Ну, болеют тогда. Почему? Ревность. Ты в каждом деле покажи, а я не антихрист, я иду в храм. Я не антихрист, я читаю в Писании. Я не антихрист, я молюсь ночью, молюсь днем. Подтверди, что ты не антихрист. А вот поступая против братьев, давая соблазна, другой думает, а я пошел. А тот в это время, ну ладно, сегодня служба короткая у нас, батюшки нет. А когда батюшка? Ведь это три часа именно, да, почти. А уши старобрята, там и больше. А ты ходил, а результат один. Да зачем я пойду в это время, я сейчас что-нибудь на станке подработаю, сделаю. Ведь рассуждения-то мы знаем какие, потому что мы такие же грешные человеки. Потому что мы их знаем. А вы поговорите с ним, скажи, ты ничего не выгодишь. Он говорит, не успевает. Зато он же говорит, иди в храм, тогда успеешь. Ты не думаешь, что у тебя вот то, что ты делаешь, неблагословенное. Там другая температура, она подождет тебя. Она привлечет ворот на то, что неблагословенное. Вот как-то в храме был бы и дома. Это неблагословенное под проклятием находится. Убедите их не делать это. Я в последний раз вам в субботу вечером говорю проповедь. Я уже во вторник уезжаю. Все. Будет день, когда будет подбит итог всей нашей жизни. Каждый день слышишь смертные случаи, смертные случаи. Людям покаяния никакого не дано. Взлетел, упал. Во втором послании к Коринфянам 10.5 Павел говорит, что мы всякое преознашение, тающее против познания Божия, пленяем в послушание Христу. Все, что будут говорить, это против Христа. Люди, которые не пришли сегодня и дают какую-то защиту, я не знаю, что они скажут. Но я скажу, это граничит или прямо от антихриста? Почему? Надо пленять послушание Христу. А послушание Христа, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Вот у нас, смотрите, сколько икон. Вот спроси, сколько у нас в храме икон? Ну ни один не скажет. Я вам скажу, ну примерно 42. Ну не менее 8 в алтаре, итого 50. А надписи здесь всего только 6, там еще одна. Ну и посчитай, во сколько раз у нас меньше? Минимум? Ух, 5. А для чего иконы? Объяснение дается, что мы верим в опрощение Иисуса Христа. Значит, оно и Христа изображать, Божью Матерь не надо тогда изображать. Это не объяснение. Тогда другое объяснение дается. Христа понятно. Раз Он воплотился, мы реально должны видеть, Его можно изобразить. Так на Седьмом Вселенском Соборе объяснили. А Божью Матерь зачем изображают? Зачем царское семейство? А за тем, что некоторые люди, они только могут видеть, а считать не умеют. видеть могут, считать не умеют и не слышат. Так глухонемые, вот что. Иконы для глухонемых. А надписи, те, которые могут, они прочитают. А вот слышат, которые начинают, и начинают, где слепых, где глухих. Так мы-то слепые и глухие. Иконы, мы же, мы считать не умеем. Нас подвели к тому, что мы все неграмотные, и все мы глухонемые, и только глазами можем смотреть. Я прямо буду показывать на икону. Вот первая икона. Что она изображает? Она повлияла на нас? Нет, не повлияла. Ее надо разъяснять. Прямо на тень, вот сюда и разъясняют. Каждый отдельный, вот так и называется, эмблема. Отдельные эмблемы. И показывает, рассказывает. Это проповедь. А если этого нет, антиксис рядом. Люди, не знающие истины, они легко его примут. Выходит, что всем устройством, когда нет объяснения, мы подготавливаем престол антижества. Антиксис это не просто в Иерусалиме сядет, он в каждом из нас может быть. Матфея 12, 14. Парисеи же выйдя, совещались против него. Матфея свадает, что он против, антиксис. Как эти парисеи и девушки были? Конечно. Против. Антиксис означает против. Перевод дается. И оно, это слово антиксис написано на устаревшее ругательное выражение безбожник. Ну, в словах дает такое объяснение. Матфея 26, 59. Первосвященник и старешный, и ведь Сенебрион искалил же свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Парисеи против, Солютеи против, Сенебрион против. Так вот все антихристы были. Вся страна антихристы была. Мы живем в стране антихристов. Ни одного, ни двух, а все антихристы. За малым-малым исключением, так что слово все тут ничего не изменяет. Деяние апостолов 17, 7. Жалуясь на христиан, говорят, а я особо принял их, и все они, христиане, поступают против повеления царя. Почитая другого царя, Иисуса. Значит, антихристы. Вот если ты не принимаешь коммунистическое учение, ты антихоммунист. Реально, так есть. Если ты не веришь, что на земле можно установить царство, коммунисты в это верят. Они, говорит, не почитают, а они против кесаря. Их так и считали. Они не антихристы, а антихисарианцы, так бы назвали. Деяние 26, 9. Павел говорит, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Против. А действовал он очень много. Если против, значит, антихрист. Деяние 26, 11. И во всех синагогах я многократно мучил и принуждал христиан улететь имени Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал их против. И бил по синагогам. Он не на улице бил. А приводил его, заправил и прямо в синагогах я их бил. Антихрист. А из антихриста сделался великий христианин, вселенский апостол. Страшное слово. Но нам дам пример, как можно его переменить. Сделаться антимиром для мира этого. 1 Пестолонетийцам 2, 15. Говорят евреев, Павел говорит, они убили Господа и пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противиться. Антихристы. Да что, еврейская вера антихристианская? Абсолютно. Так у них синагога молится. Златоуз говорит, синагога татаны. У нас еврейка одна, она приехала из Израиля, и сейчас у нас причащается в храме. Но не член пока община. Мы не принимаем его пока, неизвестно, что будет. И она никакого повода и не дает, как будто. Ну, так получилось, что батюшка не имел права ее не принять. И она мне первого повода дала, придя на занятия. А вы как считаете, что это правильно разве, что евреи молятся, и синагога татаны. Так я это... И вы думали, вот это Златоуз говорит. Так Златоуз может ошибался? Нет, не ошибался. Шесть слов против иудеев. Синагога татаны! По сегодняшний день. Так они же Бога и Бога призывают. Не своевременные заповеди. Они ждут Мессию. И под видом Мессии придет сам Антихрист. Тот единственный. Первое послание Иоанна 2, 22. Кто же, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос, это Антихрист, отвергающий отца и сына. Если сына отвергает, так это миллиард мусульман. Антихрист. Магомеды, их основатели религии, все святые отцы называют Игнатия Бричининов, и Кирилла и Неподий. Все называют Антихрист. Обольститель. Почему? А он не признает, что Христос умер. Он говорит, не умирал, а его Бог Аллах забрал и все. Значит, он не умирал. Он не умирал тогда. Он и не воскресал. А Павел говорит, если он не воскрес, то мы еще во грехах. И вера наша тщет. Мы верим в распятого Христа, не забывайте. Мы проповедуем Христа не вознесенного только. Но распятого, а потом вознесенного. В первом послании Иоанна 4, 3. Иоанн говорит, всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, который уже есть в мире. Вот я прям вижу старца с седой бородой, и он уже, может быть, едва-едва дышит, и он, это Антихрист. Ведь вздрогнуть надо. Кто не исповедует? Исповедовать это не на исповедение. Другим кто не исповедует? Кто же исповедует-то его? Да и под этот лозунг-то его, под это выражение-то мы все попадаем. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти? Не просто исповедовать, сказать, я верую. Нет. Надо идти, кто меня перед людьми не исповедует, того я не исповедую. Ты прочитай это место, и скажи, Господи, так выходит и я Антихрист. Все, с этого момента, отарвивай, пойди, соседа, еще не дал, попереди, и начни разговаривать о Христе. Скажи, не хватало того, сбей в себя это. Ты каждый день другому свидетельству за столом сидишь ли? Напиши кому-то письмо, я не Антихрист, я исповедую Христа, каждый день ищи. Вот одно слово, сколько оно нам открывает? Кто не исповедует, все есть дух Антихриста? Второе, Иоанна 1,7. Многие обольстители пришли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек, весь обольститель, Антихрист. Мне кажется, таким трясущим голосом, говорил, уже где-то за сто лет ему было, то это Антихрист. То есть он распространял веру, он благовестником был, кто не исповедует, это Антихрист, обольститель. Какой же это накал надо было иметь внутри себя, чтобы старцу, это последнее послание уже пишет. И так говорит, старец сам о себе. Забуду нас, чтобы в церкви не было Антихристов. А сегодня как? Зайдите в храм, в любой, ни одной насписи нет. Отвечает, что мы неграмотные, или неграмотные. Неграмотный подойдет, так объясняет священник. То есть они нас всех считают неграмотными. Они убеждены, когда еще строят храм, нанимают иконописца, что мы их будем держать неграмотными. Ни одной насписи не вывести, понимаете, они все равно считать не умеют. А мы их не допустим до писания. Мы их вот по иконам будем вводить, и все. Вежурная и та же икона несколько раз повторяется. А почему не сделать сплошным, лишь чтобы насписи было 50, икон 50, чтобы на рамках-то было. Для грамотных и неграмотных. Неграмотные пусть иконки рассматривают, а грамотные кто это считает. Или как просто-то, оказывается. Я беру только вот, что дается сегодня в объяснении. Все священники говорят одинаково. Иконы для неграмотных. В какой храм бы я не пришел, не договорился, иконы для неграмотных. И все грамотные. Глухонемой не слышал? Глухонемой. Он по картинкам рассмотрит. Они заранее оглушили нас, они глухонемыми нас сделали. Это и есть путь к антихристу. И из этого мы узнаем, что последнее время. А что такое последнее время? У Даниила, у пророка, слово последние дни, последнее время шесть раз повторяется. Ни у одного больше пророка так много не говорится о последнем времени. И 10.14. И он возвестит о пришествии Господнем. Иуда 1.18. Апостолы говорили вам, что в последнее время появятся наглые ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. В это слово нечестивые похоти что войдет? А не хочу в храм пойти, не пойду. Это нечестивые похоти. Это отойти в жесток. Я вас прошу сегодня, пойдите, умоляйте их, не делайте так. Не делайте. Вы горько раскаивать себя будете. Дети берут вас пример. Вы будете жаловаться, потому что дети не хотят идти в храм. Умолите их, поступающие по своим нечестивым похотям. 1 Тим. 14.1. Дух же ясно говорит. Значит, надо ясно его услышать. Что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольствительным и учением бесовским. Это в последнее время. Не исповедует, не изучает. Ну и христианский образ жизни такой, пунктир. Он должен быть чёткий, твёрдый. 2 Тимопея 3.1. Да знайте, Тимопей, что в последние дни наступят времена тяжкие. Третья книга Едры 8.50. Многие игорестные бедствия придут в последние времена. Почему? Потому что люди ходили в великой гордыне. Причина. Вот этого разбора как раз нигде нет. Третья Едра 12.9. И вот я пришёл показать, что будет в последние времена. В последние времена главное это отступление от Христа. Много будет антихристов в последнее время. И царь 2.2. И будет в последние дни гора Дома Господень будет поставлена во главу Бог и потекут к ней народы. Что за гора? Вера Христова возвысится и все народы к ней потекут. Когда это было? Во время апостолов? Или сегодня? Не знаю. Святые толкуются совершенно по разуму. Второе Петра 3.3. В последние дни явятся наглые ругатели. Вот по ругателям Боже будет определять время. И к евреям 1.2. В последние дни Сии говорил нам Сыне. В последние дни, ну в те времена, говорили апостолы. Итак, Евангелист Иоанн предупреждает нас, что придёт антихрист, и чтобы мы не обольстились. А я ставлю вопрос, не окажусь ли я сам антихристом. А антихрист это любой, кто не признаёт Слово Божие, который поступает по своим нечестивым похотям, и который не приближается к Богу, а против удаляется. Которые что-то говорят против Писания. И об этом будем молиться. И считаю, что надо молиться о том, чтобы Бог воздвиг каких-то духомостных мужей, которые составили бы такие понятные молитвы, как вот слава Богу за всё. Господь, да не буду я антихристом. Да буду я исповедником. Да буду я сияющим светом. И быть подобным Тебе. Аминь.